Видите, система какая-то. Вот смотрите, что происходит. Он дожидался отношений, полдня как бы пытался, просил прощения, как бы полдня ходил перед ней, она смотрела в реку. Вот. Теперь, когда она уже простила и взяла его руку, он уже устал, понимаете, вот ей любовь отдавать. И он не может взаимностью отдать, потому что теперь у него уже кончилась энергия любви. И теперь он молчит, а она его как бы уже... Это классика жанра. И все эти вещи происходят только по одной причине. Что мы хотим наслаждаться друг другом, а не служить, понимаете. И так можно бесконечно смотреть в реку по очереди. Так вся жизнь пройдет. Да? Ну, понятно, что будут вопросы по этой теме. Ну, каково. Если женщина изматывает мужчину, может ли он как-то защититься? Может, конечно. Почему нет? Я могу рассказать свой опыт. Я просто безоговорочно подчиняюсь. Я со всем согласен. Вот у меня жена, допустим, так начинает капризничать и так. Я и с этим согласен. Я с этим согласен. Но иногда, когда она уже загибается всем, я шучу. Ну, я ее немножко передразниваю, потом, позже. Она так смеется, хохочет. Ну, то есть, она смеется, потому что я не то, что я против ее вот этого поведения, а просто я показываю, насколько оно смешное, абсурдное, как бы. А, ну, допустим, она что-то мне говорит очень искренне, что вот так правильно. И потом она сама делает то же самое, что я делаю до этого. И я вот передразниваю ее, вот искренне говорю то же самое. Она потом падает. Она вспоминает тут ситуацию, когда она так делала. Она падает там на диван, начинает хохотать. А я это делаю не для того, чтобы ее ужалить. Как-то. Просто из любви. Просто я, как бы, немножко и чуть-чуть воспитываю. Объясняю, что вот так вот, может, неправильно. Хотя в этот момент, когда она так делает, я делаю вид, что все, да, я со всем согласен. Теперь сразу вопрос, а зачем вот это все нужно? Вот это все нужно для того, чтобы понять, что люди по своей природе склонны заблуждаться. И любовь означает не держать правду матку за горло. Вот. А нужно просто понять, что любовь означает, что дать возможность человеку делать глупости близкому. Вот пускай он делает глупости, сколько ему хочется. Все равно правда восторжествует, потому что ты же, как бы, не поддался на эту провокацию. Ты просто дал возможность человеку делать то, что он считает, но уже по-доброму. Потому что так устроена психика человека, он склонен делать глупости. Но если ты хочешь в этом случае, если ты все принимаешь от человека, если ты хочешь ему помочь что-то, то тогда это тоже легко сделать. Это не сложно сделать. Но знаете, самое удивительное заключается в том, что когда человек делает какие-то глупости, на это всегда есть очень серьезная причина. Эта причина кроется в психике человека, а точнее сказать, в его страданиях по отношению к этому миру. Понимаете? Ну, приведу вам такой пример. У меня жене очень трудно вставать с постели рано. Она знает, что надо рано вставать, все, лекции слушала. Но ей очень трудно, потому что она женщина, и у нее тело очень расслаблено. У всех женщин тело очень расслаблено. Когда она в постели ложится, оно с ней сливается с постели. И потом, ну, как бы, объявить одно от другого очень сложно. Это самое лучшее место для женщины в доме вообще, в постели. Она туда ложится, там домик у нее такой создается, и все. И ее потом оттуда не выпыришь никак вообще. Я правильно говорю или нет? А если там еще ребеночек рядом в этом домике, так вообще тогда. Можно вообще никуда не ходить днями и ночами. Там можно жить в этом домике, и все. У нее своя атмосфера там создается. Вот. Ну, идея в том заключается, что все равно же вставать-то надо, иначе здоровье портится. Я раньше просто так сильно переживал, что она спит поздно и болеет от этого. Реально болеет у меня, и иммунитет начинает страдать, портится здоровье. Я переживал, и как бы, и ей говорю, ну, пожалуйста, вставай, ну, пожалуйста, вставай. Она такая на меня смотрела, и все уже. И теперь она спала уже просто из этого чувства долга. Чувствовала, что на нее нажимают, и уже все, теперь уже вообще не поднимешь. Я, первое, что я сделал, я начал в молитве пытаться понять, почему она так долго спит, в чем причина. Сначала думал, что причина просто лень. И потом, знаете, я увидел такую интересную вещь, я почувствовал ее как личность, как человека. И увидел, что она так сильно хочет встать с постели пораньше, но не может просто. И мне реально не хватает психических сил. И ей нужна помощь. Я тогда подумал, ну, я же захожу и помогаю, почему она не реагирует. И я тогда понял, что она не реагирует, потому что помощь идет не с теми вибрациями, как бы не с той амплитудой. И я тогда подошел к ней утром, ну, не так, не слишком рано, чтобы она выспалась. Но уже понятно, что уже нельзя позже. И сделал две вещи. Первое, я как бы понял ее женские часы, женские часы всегда опаздывают. Вот, я как бы понял женские часы, они всегда опаздывают. И первое. И второе, я начал говорить ей не как обычно, а по-другому. Я ей сказал, ну, допустим, время, допустим, 6 утра. Я ей говорю, моя хорошая, уже 7 часов, вот, надо потихонечку вставать, не торопясь. Надо читать молитву, то солнце зайдет, уже будет тяжелее. Хорошо бы нам вместе почитать молитву. И так далее. Вот так я с ней разговариваю, беру за руку, ей чуть пальчики разминаю. И ухожу. Где-то через 20 минут, если она не встала, я подхожу, говорю, уже 8. По-доброму опять так же, опять все эти слова, и ухожу. Обычно двух раз достаточно. Но чаще всего с первого раза она встает минут через 10 после того, как я пришел. Потихонечку, потихонечку поднимается сама. Но если я буду давить на нее, она вообще не встанет. А если муж не встает? Если муж не встает. Надо промедитировать сейчас, я же, у меня такой ситуации не было в жизни. И сейчас, сейчас я подумаю. Это нормальная ситуация. Часто человек устает, мужчина устает сильно на работе, и он отдыхает, не встает, не может встать. На вас вы не встаете, да? А у вас много огня в организме, он вас расслабляет, тело расслаблено очень ночью. И вам нужно класть на лоб холодное полотенце с утра. Надо положить, и потом через 5 минут сказать, вставай. И у вас получится. Вы только должны разрешить это делать, Женя. Жена, рядом? Нет? Вы ей передайте от меня привет, скажите, вот так раз надо будет. Когда у вас, ну как бы, холод придет в голову, придет так же сила боли, вам легче станет. Часто люди не встают, потому что у них не хватает здоровья для этого, что-то нарушено в организме. У него, да? А он перенапрягается на работе, и ему трудно встать, потому что тело потом с перенапряжения в перерасслабление переходит. Нужен какой-то там такой массаж. Нужно как-то помять уши. Знаете, хорошо, разум, уши включает. То есть, если ему уши вот так вот потереть, помять ему, то у него начнет это сообразивка работать. Мужчине главное волю включить, чтобы он встал. Волевой процесс включить. А у него как бы очень сильно заторможенность, тормозной такой эффект в организме. Ну, я сейчас не буду всем как бы давать консультацию о том, что надо размять, чтобы человек встал. Наша цель – понять друг друга. Я этот пример привел к цели, чтобы вы поняли, как я дошел до того, чтобы найти контакт с женой в этом вопросе. Мне надо было молить и почувствовать, как женщина чувствует себя, вот конкретно моя жена в постели. Но, понимаете, не обязательно вот иметь такие способности, чтобы входить в состояние человека. Просто поймите, что всегда есть причина, почему человек не делает то или иную вещь. Есть глубокая причина, почему он не бросает пить, почему не бросает курить. Я медитировал на это тоже, молился. Все люди, которые пьют, курят, они все это делают не случайно. У них есть глубокая причина к психике, понимаете. Они не могут, вот люди курят, потому что они могут снять напряжение, они устают очень сильно, напрягаются. Сигареты расслабляют. Люди пьют, потому что им не хватает любви, отношений, счастья. И они заливают это вот спиртом, понимаете. Ну, то есть, другими словами, люди страдают, и поэтому они плохие. То есть, вот если Бармалея, как бы в мультиках только можно увидеть, что Бармалея, когда разжалобить, он становится хорошим и перестает, как бы, убивать. Почему? Потому что его кто-то разжалобил, Бармалея. То есть, надо, ну, как бы, человек часто становится Бармалеем, потому что ему очень больно. Я когда в молитве медитировал наругом, вообще на скандал людей, я увидел, что эти люди не злые, оба не злые. Они просто, им обоим очень больно, и они эту боль пытаются донести друг другу на неправильные способы. И чем больше они доносят, тем больнее становится им, понимаете. То есть, вместо того, чтобы отойти друг от друга и в молитве успокоиться, и потом пытаться как-то извиняться, там, они пытаются вот в этом состоянии психически ненормальном, которое всех колет, пытаются выяснить отношения. Это невозможно, в принципе, просто. Поэтому в раздраженном состоянии никогда никто не может никому ничего объяснить. Разум работает только в атмосфере любви. Если любовь есть, тогда включается разум. И он очень глубоко может включиться. Как вы настраиваетесь на жену? Как вы настраиваете, чтобы понять, что она чувствует? Как я настраиваюсь на жену? А для этого надо сначала выключить свое желание наслаждаться ей. Нужно просто понять, что пока ты наслаждаешься женой, ты не сможешь ее понять. Для того, чтобы ее понять, надо просто подумать о ней, как о человеке, который нуждается в помощи, а не о человеке, который дает мне возможность балдеть. Это два принципиально разных вещи, понимаете? И я когда настраиваюсь на нее, как на человека, который нуждается в помощи, вы знаете, есть разные взгляды. Я могу как на вас, как на женщину сейчас смотреть, или как на человека, который нуждается в помощи. Чувствуете разницу? Я хочу понять, как вы представляете. Всегда это идет через память. Всегда ты человека представляешь, потому что память дает контакт. Все в нашей жизни происходит через память. То есть образ является следствием памяти. Можно просто вспомнить без образ человека, можно с образом. Но если ты человека не вспоминаешь, тогда ты не можешь с ним контактировать. Просто глядя в глаза человеку, можно о нем тоже думать. Память сразу включается в процесс, потому что ты видишь личность. Но самое главное, пытайтесь понять, что это все без особой тренировки, духовной, невозможно сделать, потому что люди чаще всего, видя объект наслаждения, начинают наслаждаться. Это как, понимаете, как зомби, что ли. Зомбируется человек, красотой женщины. А женщина зомбируется силой мужчины. Она, когда видит силу мужчины, она хочет эксплуатировать эту силу. И поэтому перед ним постоянно жалуется, конючит, что-то делает себя слабой. Ну вот представьте, допустим, ситуацию. Я наблюдал ее. У меня, я наблюдал за ситуацией. Смотрите. То есть, я сижу на берегу, наблюдаю за женой. Жена заходит в воду. Заходит, как ни в чем не бывало, в море. Купается, приходит назад. Заходит со мной за руку. Говорит, мне холодно. Но до этого она заходила, не было холодно. Сама, без проблем. Такая, я боюсь волн. Я говорю, ну, надо что-то делать. Давай сейчас будем пытаться перешагивать. Я тебя защищу. Давай, входи. Вот. Понимаете, когда меня нет, она входит, ничего не боится, не холодно, все классно. Я ее спросил, говорю, ты что, как бы, вот правда так? Она говорит, да. Я сама захожу, мне не холодно, нормально. Но когда с тобой, мне холодно становится. Женщина, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, когда мужчина рядом, женщине хочется воспользоваться силой, его мужеством. И это и есть ее любовь. Но это по факту эксплуатация, для мужчины это воспринимается как несправедливость. Вот сама зашла, ей холодно. Теперь начала конючить, ей холодно. Вот я должен сейчас что-то делать, потому что ей холодно. Он не понимает, что это и есть вот женская любовь. А раз она его любит, она будет его мучить обязательно. Понимаете, наша любовь человеческая, она мучает всех. Я же вам показывал, да, уже ребенка, как мама мучает, да? Показывал? Нет? Маленький ребенок грудной, мама что делает? Она, как ребенок себя ведет? Иногда убегает даже. Она за ним бежит, хватает его целовать, начнет. А то он от нее лезет, убегает. Почему? Потому что это на плампе для него, как гребет. Но так как он подчинен ей, он предан ей, поэтому он терпит. Он такой нахлобучивает, и тоже не хватает. И то же самое, кормить ребенка маме, это счастье, наслаждение, понимаете? И она ему в рот пищу сует, он как бы, он смотрит на нее из любви просто. Но кушать он не хочет уже, понимаете? Он уже вот так вот наелся. Вот представьте, вас сейчас будут кормить из любви. Он у вас прямо уже там уже конкретно, плотняк уже. У нас люди говорят, еще одну ручку. Бабушки так делают. Мамы тоже так делают. Не все. А кто со мной говорил? Где? Поднимите ручку, кто со мной говорил. Вы со мной говорили? Как вас зовут? А? Татьяна. Ну, дайте микрофончик. Она хочет поговорить со мной, ведь? Должен поговорить. Микрофончик, где у нас? Пока микрофон передают, я хочу извиниться за вчерашнюю лекцию. И хочу вам сказать, что я понял в молитве. Я в молитве понял, что Бог мной вчера был сильно недоволен. И причина этого недовольства заключается в том, что я вчера говорил вам то, что я хотел сказать, а не то, что вы ждали от меня услышать. И поэтому лекция получилась очень тяжелой для восприятия. Некоторые люди почувствовали, что она очень полезная, нужная. А некоторым очень трудно было слушать, потому что они не готовы такую информацию слышать. Понимаете? То есть это означает, что любви в этом нет. Господу это не нравится, потому что Он хочет, чтобы говорилось то, что люди способны принять, переварить, понять. А если человек загибает планку вверх, то это не признак большой любви. Я как бы раскаялся перед всеми, кто пришел вчера в сердце, сказал, простите меня во время молитвы, что я вот вас напряг вчера своей философией, своим пониманием вещей. А надо было просто вот давать то, что вы готовы слышать. Итак, микрофончик у вас. Где? Ну, вставайте. Я вас лучше увидел. Где вы у нас? Ага, вот вы. Слышно? Здравствуйте. Как вас зовут еще раз? Таня. Таня. А скажите, а как вы мучаете своего сына? Вы сказали, бабушка вот так мучает, она кормит. Я не буду. Ну как конкретно? Я не буду очень сильно. И что, вы его тискаете, что ли? Да, до сих пор, хотя он уже 9 лет. И он что делает в это время? Он убегает, удирает от вас плеченки? Ну, уже не так. Он привык, что ли, уже, да? Терпит? Терпит? Да, он не нравится, что он любит. Ну, вы когда его тискаете, он терпит? Он так, как вас любит. Как он вас любит? Что он делает? Обнимает, целовит. Вы нормально это воспринимаете? Да. Вам это хорошо, принятно, да? Да. Видите, взаимность здесь есть. В любви должна быть взаимность. То есть, ну, когда человек тискает, а всегда вам приятно? Если вы, допустим, заняты, готовите, он подбегает. Вам приятно? Я отбегаюсь, да, на него. И нервничаете? Нет. Могу даже с ним идти по улице. Он может сказать, я тебя люблю. Я могу сказать, что я тебя люблю. Ну, у нас это, правда? Ну, что-то чувствуем и говорили. Ну, замечательно. Поймите, что душа соткана из любви. Любовь в отношениях сравнивается с рассветом, потому что рассвет означает увеличение счастья. Солнце, оно дарит свет, энергию счастья людям. И когда люди встречают счастье в отношениях, они видят рассвет в своей жизни, чувствуют рассвет. Но знаете, что вот этот рассвет, который они чувствуют в отношениях, и тот рассвет, который восходит солнце, от солнца происходит, он имеет одну и ту же природу. Это природа энергии Бога. Понимаете, это не то, что человек рассвет принес, потому что снять от него потом слишком много ожиданий получается. Понимаете, это Бог дарит нам рассвет, когда мы встречаем друг друга, чтобы мы поняли, что мы должны жить вместе. Понимаете, это для понимания только дается и все. Это не то, что этот человек всю жизнь будет рассвет приносить. Это дается для веры, что вот с этим человеком ты должен жить или должна жить. Но если мы начинаем верить в человека, что он будет приносить нерассвет всю жизнь, это создает такую трудность в отношениях, которая разрушает судьбу потом. Понимаете, о чем я говорю или нет? Когда он делает того, чего мы от него ждем, мы очень сильно страдаем от этого, мы печалимся, злимся, мы в шоке, понимаете, что он не делает этого. А он это не делает, потому что это не его энергия. Надо во всем разобраться. Это Господь так делает, что люди начинают друг друга любить. Это Господь живет между вами и вашим сыном. Знаете, что придет время, и он уже не сможет вас так сильно любить. Потому что его энергия любви потечет в другую сторону. И если вы в это время не примете это в своей жизни, то тогда вам придется стать тещей, понимаете? Кто такая теща? Понимаете, нет? Свекровь, да, свекровь. Почему свекровь? Ну да, да, свекровь, не езжай, мальчик. Ну то есть, ревность к близкому человеку, она вот как раз и есть. Она вот от этого идет, что ты любила своего сына, а теперь его любит какая-то другая. Он всю ту же самую любовь отдает другому человеку совсем, понимаете? А мать думает, что эта любовь положена ей. И она неосознанно, не бессознательно начинает думать, что эта девушка не такая, какая бы она хотела. Потому что между ней и этой девушкой все равно не будет такой теплоты и любви, как хотелось бы, как между ним и ей. Понимаете, о чем я говорю? Потому что они растаскивают одного человека на две стороны своей любовью. А любовь же эгостична по природе. Поэтому мать должна отдать своего сына, его жене отдать. И она будет, естественно, не нуждаться в его любви, но она будет получать ее меньше, чем раньше. И будет печалиться. Поэтому беды говорят, что у любви, между людьми, есть два берега. Один берег — это счастье, а другой — страдание. Потому что эта любовь, она имеет всегда ограниченную природу и эгоистическую. Даже если вы с человеком всю жизнь прошили, когда он уходит от вас, это берег страдания наступает. И человек теряет себя без этих отношений. Теперь сразу возникает вопрос. Что робить? Да? Или как правильно? Что робить? Хорошо. Факт остается фактом. Что трудности возникают. И эта трудность решается тем, что человек должен понять, что сердце успокаивает, что дает силы, что дает опору, кто является источником любви, где настоящие чувства, где настоящая теплота, настоящая любовь. Я когда этому цветом укланялся, где я был сегодня, я вдруг неожиданно почувствовал, как будто он ко мне прикоснулся. И когда это произошло, у меня вот здесь в сердце, знаете, появилось такое чувство, его ни с чем не сравнишь. Это чувство, с одной стороны, оно очень близкое, это любовь, с одной стороны, а с другой стороны, она не привязывает, не делает тебя печальным, несчастным. Она имеет спокойную, такую глубокую, чистую, нейтральную природу. Когда, допустим, в девушку влюбляешься, она тебя привязывает, тебя тянет к ней, ты становишься зависимым. Когда мужчин, парня влюбляешься, тоже становишься зависимым от него. Когда в ребёнка влюбляешься, зависимым становишься от него. А когда в святого человека влюбляешься, ты можешь думать о нём, можешь не думать. У тебя нет зависимости. Но когда ты о нем думаешь, твоя душа расцветает, как цветок. Она становится светлой, чистой. И понимаете, и так как зависимости нет, поэтому ты можешь забыть подумать о нем, можешь не вспомнить. Но он никогда не забудет о тебе. Он всегда будет заботиться о тебе. Но если ты будешь о нем вспоминать, твоя жизнь вся поменяется. Понимаете, то знание, которое приходит в соприкосновение со святостью, оно освобождает от боли. Боли любви человеческой. Понимаете, любовь человеческая, она всегда слепа и очень жадная по природе. А любовь к святым, она по природе очень мудрая. То есть глаза просветляются от этой любви. И сердце успокаивается по отношению ко всем вокруг. Знаете, как человек должен близких людей любить? Нежадно. Он должен учиться их понимать. И должен учиться заботиться, служить о них. И он должен под любовью воспринимать благодарность. Вот когда благодарность из их сердца приходит, тогда и надо быть счастливым. В этот момент надо быть счастливым. А до этого времени надо просто заботиться, служить. Но если ты распускаешь свои чувства, начинаешь, пытаешься наслаждаться близким человеком, с этого момента начинается замкнутый круг. Потому что чем больше ты наслаждаешься близким человеком, тем больше ты от него будешь страдать. А если ты хочешь в вечном счастье с ним жить, тогда строй такие отношения. Не распускай свои чувства по отношению к нему. Всегда забудьте о нем. И когда приходит благодарность, радуйся этому бесконечно. Потому что когда близкий человек благодарит, говорит спасибо тебе. Мы на это не обращаем внимания. Нам нужно подойти и потискать, понимаете, там. Или прижаться там к мужу. Понимаете, вот это нас очень сильно нравится нам. А просто услышать его сердце нам не нравится, потому что мы не привыкли к настоящей любви. Мы привыкли к искусственной. Или страстной, по-другому сказать. Настоящая любовь, она имеет чистую, светлую, глубокую природу. Она исходит от людей бескорыстно и по доброй воле. Настоящую любовь можно только застыть, понять. Можно только, когда человек застывает, он хочет видеть человека другого. Смотрит неотрывно ему в глаза. Тогда он поймет его любовь. А если он хочет наслаждаться этим человеком, использовать его в своих целях, тогда в этот момент любовь заканчивается. Начинается вожделение. И в семейных отношениях самые светлые, чистые отношения, когда муж и жена начинают видеть возвышенную жизнь друг друга. Поэтому так важно в семье начать поклоняться Богу. Когда близкий человек служит, что-то для Бога делает, и ты это видишь. Ты видишь в нем проявление самого чистого и светлого, что может быть. И ты запоминаешь это в своем сердце, и именно так к нему начинаешь относиться с этой точки зрения. И тогда отношения становятся настолько крепкими и возвышенными. В них сразу проявляется верность, стойкость, ощущение, что тебя не бросят. Понимаете? Появляется устойчивость. Чистая, светлая такая память появляется. Когда такой близкий человек уходит из своей жизни, чистая, светлая память остается. Это не вызывает разрухи в жизни, как люди часто уходят в близкий человеке, разруха наступает. Остается чистая, светлая память, и он как ангел-хранитель становится. Он с тобой связан, этот человек. Ты чувствуешь его чистоту, его продолжаешь чувствовать, понимаете, в жизни. Другими словами, настоящая любовь, она имеет природу, не привязывающую к себе, а просто благословляющую. Ты просто чувствуешь, что тебе очень повезло, что ты с таким человеком живешь, а не чувствуешь от него кайф. Когда человек хочет вот такой любви, в которую привязывает, тогда другие песни поются, другие песни, мои хорошие. Эти песни, нет конца и края. Эти песни, из этих песен сотканы все страдания нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это запретная забава. Священные писания не благословляют на это. Они говорят, да, конечно, все в любви есть. Мы любим друг друга, обнимаем, постель тащим. Все это естественно, все это есть. Но знайте, что именно это не сохранит вашу семью. Как некоторые думают, вот секс у нас хороший, это семью сохранит. Нет, вы ошибаетесь. Семью сохраняет не горький мед, а мед любви духовной. Если у вас возможность появилась в семье, возможность появилась в семье вместе думать о Боге, служить, алтарик поставить, ходить на исповедь, допустим, или наставника получить в жизни себе, в своей семье, то тогда таких песен не будет. Это моя гарантия вам. Потому что такие песни всегда поются, когда нет совести в отношении. А совесть всегда... А совесть, знаете, что это сам Господь. Совесть, это сам Господь, это энергия Бога. Он присутствует у нас в сердце в виде совести. То есть Он дает нам счастье, ощущение счастья. Отсюда, когда из сердца исходит, это Бог дает. Дальше Он дает память или забвение. Если человек грехов на жизни живет, он забывает о том, как правильно жить. Бог ему дает забвение, чтобы тот попробовал неправильных вещей и потом получил наказание за это. Бог дает человеку знание. Из сердца оно тоже приходит. О, правда, правда так и есть. Вот, и так у Господа тоже исходит. И Он же дает... Он же дает такую, знаете, штуку, которую ты не сможешь никак обойти. Если, допустим, у тебя светлое отношение с женой, а тебе кто-то понравился, то он из сердца выходит, Господь, в виде совести и говорит, что предашь вот этого человека, предашь, и сразу возникает ответ. Никогда. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что так этот мир устроен, что мы можем нравиться друг другу. Есть энергии эти, гармонии, они бывают между мужчинами и женщинами, и от них никто не застрахован. Но когда между людьми есть совесть, означает... Совесть она не бывает. Он говорит... Некоторые говорят, ты что же, почему не изменил? Между нами есть дети, столько было вместе с нами. Мы строили там нашу семью, мы вместе жили. Почему ты ушел в другой? Никак понять человек не может. Но это все не является основанием, чтобы не уйти. Вот дети вместе не являются основанием. Вместе жили, искренне общались, не является основанием. Основанием является только защита свыше. И поэтому люди идут венчаться, чтобы гарантия от Бога была, что они будут вместе. Для этого венчание-то происходит, чтобы гарантия от Бога была. Я говорю про совесть сейчас, а не про развод. Разводов нет никогда. Вот вы, допустим, с человеком жили, вы все равно с ним уже не сможете разлучиться совсем. Между вами остается связь. Если она в виде чистой, светлой памяти, вы просили, попросили прощения, то Бог разрешает новые отношения. А если вы не простили, так новые не пойдут, как надо. Потому что сердце закрыто. Не простили или не попросили прощения, тогда Бог сам вам закрывает сердце. Не вы своей обидой, а Он сам вам делает сердце холодным, как у Снежной Королевы. Понимаете, в мультфильме про Каи и Герду. Мне холодное сердце у Снежной Королевы было, потому что она кого-то бросила, видно. Понимаете, то есть проблема заключается в том, что люди, они не способны ничего ставить выше этой влюбленности, которая захватывает сознание. Выше психики человека ничего нет. Пока он не почувствует более высший вкус любви, он не сможет удержаться в отношениях, потому что классика жанра очень простая. Для мужчины обычно это, ну, жена стала менее красивой, а девушки вокруг молодеют, понимаете. То есть вот она и все, и классика жанра. То есть он просто молоденькую берет, а жену говорит, жене говорит, у нас с тобой все прошло. Ну, то есть что прошло-то? Кайф прошел, понимаете, вот балдеж. И у женщин тоже такая классика жанра есть. Тоже такая классика жанра есть. Если девушка видит, что мужчина, ну, не удовлетворяет ее, парень, настолько она, насколько она хочет, чтобы удовлетворял, и в жизни встречается тот, кто ее удовлетворяет, она ему пинка под зад. И все, и дети там совместные, там, чтобы не было между ними. Все это забывается. Забывается. Почему? Потому что человек в памяти может держать только что-то более высокое, чистое и светлое. Пытайтесь понять. Любая влюбленность, она гаснет. И даже если между вами была там песня просто, просто песня, это все все равно погаснет. Обязательно. Это не останется навсегда. Может быть, не совсем погаснет, но в какой-то степени погаснет. Но если вы будете развивать духовность в своей жизни, будете думать о Боге, читать священные писания вместе дома, алтарик сделаете, будете освящать пищу, будете молиться вместе с ним, то вы будете чистое и светлое в этом человеке воспринимать. И тогда постепенно в вашу семью зайдет совесть. Совесть означает, что между вами будет такое, знаете, чистое, светлое, что-то такое, которое нельзя марать, нельзя предавать просто. Это святое, понимаете? Святые отношения становятся святыми. И в это время между людьми начинаются очень глубокие беседы о жизни, о Боге. Глубокие беседы – это не означает рассказать, вот честно сказать, с кем я спала до тебя. Это не глубокие беседы, понимаете? Это просто осквернение атмосферы. Об этом вообще не надо говорить. Это не имеет большого значения. Часто люди придают вот этим постельным отношениям слишком большое значение в жизни. Понимаете, это значение имеет какой-то вес, потому что когда люди в постель вместе ложатся, то между ними канат завязывается. Канат, как бы, свяя Бог, он начинает их связывать вместе. И в этой связи им тяжело, как бы, на кого-то переключиться, о ком-то другом подумать. Это факт. И это называется измена. Но если уже все там прошло, уже этого каната нет, между вами ничего уже нет, просто все забылось, зачем об этом вообще говорить, инициировать эту память, зачем вот об этом говорить близкому человеку. В этом нет никакого смысла. Понимаете? Потому что остается в жизни только чистое и светлое. Остается чистота, вся грязь, она уходит, она не нужна. Настоящее искреннее отношение — это сердце открыть, как я верю в Бога, как я думаю о своей жизни, как я хочу, чтобы дети жили, кем они хочу, чтобы стали, как я хочу им отдать свою жизнь, как я хочу отдать свою жизнь наставнику, как я хочу молиться, как я понимаю свое развитие и так далее. Вот это вот и есть искренние отношения, беседы с мужем. Они легко проводятся, и они лучше человека понимать начинаешь. И после таких отношений очень трудно изменять, понимаете? Потому что совесть — это та штука, которая, не спрашивая, входит в сердце в нужный момент. Больше того, когда люди просят у Бога защиты, он дает это неожиданным образом. Мне один мой знакомый, монах, ведический монах, рассказывал, что он как бы на улице распространял духовную литературу, это было в Америке, и он оказался прямо напротив публичного дома, который он ходил раньше, до своей духовной жизни. И там были девочки, такие очень красивые, любимые, которым он балдел, с которыми... И знаете, он так устал очень сильно, он устал от этой жизни в храме, как бы, от аскез, от этих, он устал, попал на эту знакомую улицу, родную, там книги распространял недалеко от этого места, неожиданно через дорогу он увидел этих девочек, и они ему говорят, они даже не обратили внимания, что он в этих монашеских одеждах, они говорят, ой, как мне хорошо, что мы с тобой встретились, и к нам, такие, обрадовались ему, такие, с любовью, вот. И он, знаете, как этот, как зомби туда пошел, через дорогу, и в это время проезжает машина с монахами, которые собирают всех, потому что уже надо ехать в этот храм, она останавливается, прямо перед ним, как будто бы он шел именно к этой машине, она останавливается перед ним, и он говорит, за ловность, и все, так спасает Господь человек. Или второй случай, в одном монастыре, там, ведок очень, очень хорошо относится к пище, вообще, как бы считается, что пища спасает человек, освященный, и там на выходе такие сладкие шарики, которые вы, наверное, тоже пробовали, освященные, раздают, на выходе стоит банка целая с этими сладкими шариками, один священник, он так устал жизни, ему было стыдно уходить, совесть его не пускала, и он решил ночью, чтобы никого не было, чтобы никому ничего не говорить, он ночью встал, тихонько, чтобы уйти из этого ведического монастыря, он пошел, пошел, подкрался к двери, и там стояла эта банка большая, со сладкими шариками, и он подумал, последний шарик, все, уже никогда не попробую, я ухожу, он взял шарик, съел, такой, блин, такой вкусный, ну как он вообще, такой вкусный, еще один, последний, теперь уже последний, и он съел полбанки, короче, и думал, так классно, немножко полежу, и пойду, короче, заснул, возле двери, и он, как, короче, просыпается, а уже ребята стоят возле него, говорят, ты что здесь делаешь, пойдем, все, так он не смог уйти, и потом он принял отречение, уже полное, там, стал духовным учителем, потом рассказывал, вот этот случай, что вот, когда у него слабость сердца была, так Бог его защитил, не думайте, что это как-то по-другому, не думайте, что это как-то по-другому. У меня недавно был такой случай, я не смог помочь в очередной раз своему пациенту, и я такой в отчаянии, просто начал молиться Господу, и Господь, мне так, ну и сердце, как бы такое знание дал, что ты, а что ты хочешь, всем помочь, у тебя нет такой силы, ты вообще ее ни от кого не получал, ты найди себе такого вот человека, который бы тебе силу эту дам, какой-нибудь святой, тогда, может быть, у тебя получше будет получать. И сегодня мне показал Господь такую личность, сегодня. Я, причем, ну как бы, не инициировал эту ситуацию, я сам этого не хотел, вернее, меня заставил, три раза мне повторили, что я должен туда поехать, но меня потом дошло. А я тогда еще не понимал, зачем я туда еду, а потом только я понял, зачем, когда уже подошел к этой личности, я понял, о ком мне Господь говорил. То есть, те, которые вы говорили, да? Да, да, да. Вот. Просто поймите такую вещь, что Господь сам все решает, когда у нас есть искреннее желание, и Он это делает всегда одинаковым образом, неожиданно. Поэтому вы просто изучайте эту тему, и поймите, что если вы на него как бы оперлись в жизни, если вы совесть во главу угла поставили в своей судьбе, то тогда, ну будьте уверены, что так оно и будет. У меня нет никаких чувств, каких-то опасностей по отношению к своей жене, или к своим соратникам, с которым я живу. Я не чувствую, что меня кто-то из них предаст, или бросит, потому что там другие отношения совсем, понимаете? В них нет вот этой возможности предательства, потому что они очень светлые по природе. Я не знаю, как вам это объяснить, но эту вещь предать невозможно. Вега это объясняет так, что если человек мед попробовал, он уже не будет так радоваться сахару, как раньше. То есть, духовный вкус, он такой глубокий, чистый, светлый, такой незабываемый, что его ни на что, ни на что ты менять не будешь никогда. Ни за что не променяешь ни на что, понимаете? Когда человек его почувствовал в отношениях к семье, он думает, он начинает поклоняться своей жене, как богине, понимаете? Вот в женщине заложена божественная природа, а женщины все как богини, понимаете? Они чистые, светлые, понимаете? Когда человек вот это чистое, светлое в жене увидел, Точно так же, как жена увидела в мужчине вот чистое, светлое, возвышенное такое. Это уже невозможно забыть и променять, понимаете? Все остальное, вот эта вот влюбленность, она имеет другую природу. Она имеет жгучую природу, но не такую чистую, светлую, понимаете? И можно перетерпеть там, если у тебя появилось какое-то чувство к кому-то. Но вот это вот позабыть уже нельзя. Да, вот это вот чувство, вот это возвышенное. Что такое внутренний потенциал? Внутренний потенциал? Мы сегодня, у нас есть клуб благость, и мы сегодня, у нас была совместная молитва. Я провожу ее для тех, кто ходит в клуб благости, я учу их молиться. Там собрались разных духовных традиций вместе люди, мы вместе начали молиться. Одна из целей у нас это научиться любить этот мир, принимать все веры, чувствовать счастье от них, любить веры разные. Мы все вместе молились разных вер, традиций, каждое свое. Некоторые, я желаю всем счастья, повторяли, у кого нет никакой традиции. Но техника молитвы, она есть же, она имеет свои законы, эти законы объяснял. И одна девушка потом после молитвы, она сказала мне, Олег Геннадьевич, у меня такой тяжелый период идет, и я не смогла преодолеть вот это препятствие в сердце. Я чувствовала, что мне плохо, я не смогла как бы молитвой победить вот эту ситуацию. Я говорю, давайте сейчас вместе попробуем это сделать. Она села, ну как бы я начал на нее смотреть. Я говорю, застыньте, не двигайтесь, она застыла. Я говорю, повторяйте молитву, очень сильно слушая голос. Она начала повторять очень сильно, слушая голос. Я ей говорю, примите свою трудность. Считайте, что она является для вас благом. Не убегайте в своем сознании от нее. Примите ее. Не двигайтесь, слушайте голос, опирайтесь на него. Примите. И она повторяла, повторяла. И в какой-то момент, а я ей помогал, я так же настраивался, как она. И в тот момент, когда ей было очень тяжело, в этот момент люди обычно делают два варианта. Или они сдаются и убегают от препятствий. Или они просто вот с верой, опираясь на звук, опираясь на память, на духовную, на свой обет. Они просто делают шаг вперед, не зная, что там победа. Думая, что все равно будет только хуже дальше. Они боятся вот внутренней ситуации, боятся этой слабости, что она непреодолима. И в тот момент, когда они опираясь на звук, неподвижность дает силы тоже. И веря в старшего, в наставление старшего, делают все-таки этот шаг вперед. В этот момент все проходит. Вот эта трудность, она остается внутри, но она перестает быть трудностью. Она воспринимается по-другому уже. Ну просто как, мне тяжелее, чем раньше жить, но все равно хорошо. Она перестает восприниматься как препятствие, понимаете? Она воспринимается просто как то, что Бог дал для чего-то, что я должна с этим жить сейчас и развиваться. Вот, например, у меня препятствием таким является скованность тела. То есть мне Бог дал такие болезни, что если я езжу, куда-то еду, у меня тело, позвоночник, мышцы начинают деревенеть, сковываются, то есть мне тяжело наклониться, там нагнуться. И я включаю голос святого человека, начинаю молитву и делаю во время молитвы параллельные упражнения. То есть это упражнения не динамические. То есть я просто медленно молюсь и медленно нагибаюсь вперед. Мне нужно где-то 40 минут, чтобы сложиться пополам. Тело такое деревянное, оно расслабляется, расслабляется потихоньку и складывается. Потом я назад прогибаюсь и так же 40 минут. И так 2 часа в день, допустим, я с молитвой восстанавливаю свое здоровье. Но когда в тот момент, когда я это делаю, вот энергия времени, которая все сковывает, она отступает в результате аскезы. И в этот момент, когда она отступает, она отступает так же от всей моей судьбы. Я начинаю видеть, допустим, в чем я не прав был на лекции вчера. Начинаю видеть, как помочь человеку, что ему сказать. Начинаю чувствовать, как помочь друзьям своей силой внутренней. То есть, понимаете, вот эта скованность, которая у меня была, она становится трамплином, через который перепрыгнусь, я становлюсь во много раз сильнее. Другими словами, это препятствие, которое мне Бог дает, является так же и той горкой, с которой я взлетаю на дельтаплане. Но для того, чтобы я взлетел на дельтаплане, мне надо в эту горку подниматься с помощью звука возвышенного человека и с помощью своих внутренних сил. Понимаете, я становлюсь здоровым, счастливым и сильным в результате. То есть, эта аскеза такая нужна обязательно в жизни. И она всегда должна опираться на то реальное событие в жизни, которое есть. Например, если человек полнеет, этим событием должен быть пост. Он постится не просто голодает целый день, а во время поста нужно молиться, потому что если человек просто голодает, но не молится, у него не хватает сил для того, чтобы победить в реании времени. А время что делает? Оно его распирает. Оно туда заходит внутрь и его делает толстым временем. А ему нужно с помощью молитвы препятствовать силе времени и таким образом приобретать внутри особые силы, которые будут потом не только ему помогать, но всем другим вокруг. Допустим, если человек полнеет, у него, скорее всего, будет очень большая сила любить людей. Потому что разные болезни, разные связаны с разными качествами. Допустим, вот скованность тела дает твердость характера и способность этой твердостью побеждать ситуацию жизни другого человека. Полнота, если человек преодолевает ее постом, дает человеку возможность любовью побеждать всю ситуацию, любить других людей. Если у человека, допустим, сосуды страдают, то он побеждает это с помощью бега, может с молитвой бежать, допустим. И тогда в его психике появляется чуткость, заботливость к другим людям, способность хорошо понимать другого человека. Такая энергия появляется. И терпение. Терпение. Но когда у человека сосуды страдают, он становится нетерпеливым, становится чувствительным. Он не может быть терпеть ситуацию уже. Другими словами, та же самая энергия, которая приносит нас, приводит к инвалидности, к болезням и страданиям, она же и делает человека сильным, мудрым и непобедимым. Но в комбинации с аскезой и молитвой. То есть, если человек выбрал правильную аскезу для себя, чтобы побеждать судьбу, и молитву, которая дает силы победить эту аскезу, то дальше у него копится потенциал внутренний, который становится трамплином для того, чтобы очень сильно жить, очень сильным становиться. У каждого человека вот свой способ аскезы. Причем женские и мужские аскезы тоже отличаются. Например, женщина должна заботиться о других, это ее аскезы. А мужчина может истязать свое тело, это его аскезы. Да? А как вы, пожалуйста, от сковорности в теле, молитвы изгибаются, раздеваются, вы делаете сидя или сидя? Я сидя делаю. Вы тоже можете делать. У вас та же самая проблема. Ну, я думаю, я был маркер в России. У вас тоже скорость есть, да. Ну, а вы теперь там хотите? Ну, это уже вы сами найдете. Можно сходить в кружок йоги, позаниматься чуть-чуть, для себя понять, как делать, и потом вы все раскроете. Просто начните. Как вам лучше делать, вы сами потом поймете без проблем. Если нет индивидуальных строгих каких-то правил общих, самое главное, есть правила определенные, как это наделать. Вы должны их соблюдать. Я сейчас не про йогу, понимаете, вот есть пять уровней сознания. Первый уровень сознания – это здоровье, уровень здоровья, уровень пищи, здоровье. Следующий уровень сознания связан с зарабатыванием денег. Следующий уровень сознания – это уровень искусства, культуры. Дальше, высший уровень сознания связан с работой над собой, развитием личности. И самый верхний уровень сознания связан с любовью к Богу. Понимаете, если я, допустим, сказал вам о здоровье, и вас постоянно туда тянет, уже все вопросы по здоровью, Олег Геннадьевич, кроме геморрой, меня уже ничего не интересует. Пожалуйста, давайте про это поговорим. Это значит, что у вас такой уровень сознания? Какой хороший! Вы знаете, когда человек развивает самый верхний уровень сознания, все остальные тоже развиваются. Где-то сравнивается такой пример. Когда человек развивает здоровье, развивает в себе богатство, возможно, зарабатывать деньги, или отношения строить с людьми, или когда он развивает в себе разум, то все это означает поливать веточку дерева. Конечно, когда мы каждую веточку дерева поливаем, дерево становится влажным, листики влажными становятся. Но при этом дерево, оно не чувствует, что оно напилось. То есть, жажда не насыщается. Жажда человеческой души насыщается только когда она соприкасается со святостью. Другого способа насытиться нет, мои хорошие. Часто люди думают, что есть какие-то другие способы. Другого способа нет. Я вам приведу такой пример. Меня в Питере заставили один раз, просто заставили насильно, вы говорите, вы недооцениваете себя, Олег Геннадьевич, прочитать лекцию по питанию. Вот вся лекция только по питанию. Я начал читать лекцию эту по питанию. Через полчаса люди просто сидят такие... Они заснули, потому что энергия любви не движется. Богу это не нравится в их сердцах. Энергия любви не движется. Они все скорижились от этой информации, как правильно питаться. Я думаю, ну все, достаточно полчаса лекции, три часа длится. Надо начать говорить об отношениях, о любви. Выше поднимать планку, выше, чтобы люди были счастливы на лекции. Понимаете? Если планку не поднимать, а вот опускать ее только, то все, всем становится тяжело. Никто слушать дальше уже не может. Грузия, а зачем тогда увеличивать этот внутренний потенциал? Вот если он и так уже дал определенный... А вам не надо ничего увеличивать. Не волнуйтесь насчет отчета. Время само будет увеличивать. С каждым годом оно будет вас сковывать в каком-то направлении, и вы должны расковываться будете. И чем больше вы будете жить, тем сильнее вы должны совершать аскезу, чтобы поддерживать жизнь. То есть внутренний потенциал увеличивается в результате времени. И вам не надо беспокоиться об этом. Обрадовал, да? Ваш мужчина... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok